Всем привет! Сейчас будем открывать легендарочки и так далее. Но с моей удачей, понятное дело, мы ничего не достанем. Здравствуй, Ататашки! Привет, Вирджи! Давайте-ка проставим музыку. Чтобы это было не так скучно. Поехали! Ну я буду считать леги, я же запомню. Я делаю ставочку на две леги из 55 паков. Так. Прикольненько. Ну, ладно. Фигня какая-то. Ну, вроде более-менее что-то терпимое. Ярости тьмы! Господи, сколько же они этих яростней собираются добавить в игру? У этого хоть свойство неплохое. Так. Первый эпик, ребята. Вообще, давайте-ка действительно открою блокнот. Будем, типа, писать. Эпик. Единичка. Так. Ну, недавно один парень, я не помню, кто это был, из 300 достал, по-моему, 8 легендарок. Или что-то около того. Так. Привет, Анон. Посмотрю, прям два одинаковых парня. Нефритовый и Реевик. Я сегодня уже встречал парней, играющих на нефритовых големах. Мне бомбануло очень сильно. Патрульный коды. Вот это зараза вообще какая-то адовая, на самом деле. Кажется, что эта карта какая-то дорогая. На самом деле, наоборот, по-моему, слишком легкая. Сегодня меня так с помощью нее навертели. Золотая обычная. Ваше оружие получает плюс один к атаке. Ну, мелочи приятные. Привет, Лонли Вульф. Все качественнее и качественнее. Но люди любят паки. Я люблю открывать паки. Это как Новый год. У меня уже, по-моему, третьих защитника трущоб за шесть паков. Это как-то не очень здорово. Еще один. Серьезно? Четвертый за семь паков. Ох. Привет, Евген. Зепси по танкам после стрима будут? В смысле? Так, окей. Второй эпик. Это у нас главарь ночных хряков. Угу. Так, третий эпик. Замешивает в колоду копию вашего выбранного существа. Окей. Записываем. Живет с темной чешуей. Забавненько. Забавненько. Вообще, я вижу, типа, пираты, мурлоки. Какое-то такое обновление. Золотая редкая карта. Отлично. Сенсей тьмы. Да, это, видимо, было очень тонко. Так, еще один эпик. Убийца из лотоса. Угу. Это хорошая карта. Так. Четвертый эпик. Окей. Да, аликсерпаки. Сколько стримов ты планируешь неделю по игре в года Overwatch? Вот столько. Overwatch для меня игра, видимо, не очень подходящая для стрима. Вот это прикольная штучка. Нефритовый сюрикен. Бродячий кот. На, виржи. Я понял шутку. Очень смешная. Я ощутил. Прям до глубины души. Пятый эпик достали. Конспектируем, так сказать. Что-то пока какую-то хрень все дает. Ничего реально интересного. Здравствуй, эссерп. Угу. Вторая золотая редкая. Но я их особо не считаю. Вообще, давайте золотые тоже будем писать, чтобы была статистика. Золотых редких у меня это вторая. И была золотая обычная одна. Ну окей. То есть, марафона на Тормберне не ждать? Слушай, Тормберн прекрасный игрок. Постигаешь прибамбас? Да, просто паки хочу открыть на стрим. Ничего особенного. Я считаю это хорошим развлечением. Угу. Ничего интересного не попадается. 55 паков на ветер чувствую. Я того-то для души стремить хотел? Я не очень понимаю с чем-то, но паки мне нравится доставать. Привет, вишня. Привет, ультрафэнк. Так. Мне что-то прочиталось, что он был не могучий, а бисал, а могучий бисексуал. Бисексуал. Ох уж мои наклонности. Так. Ничего интересного. Я, может, готовить буду на стрим. Есть такая вероятность. Пронырливая ласка. Угу. Вы замешиваете существ в колоду противника. Предсмертный хрип. Это какая-то очень сложная карта. Ну окей. Ну дайте-ка я проставлю. А где бишен Рейкборн-каналы? Первая неделя декабря. Первая неделя декабря еще идет. Так. Две обычных золотых карты. Мне нравится. Значит. Добавляем. Так. А я жду Рогу на ласках. Ха-ха-ха. Ну в игре явно не хватало ласки. Но мы уже почти прошли половину паков купленных. И нифига не выпадает. Как тебе новый трейлер Коджимы? Ничего не ясно, но выглядит интересно. Ну как и все трейлеры Коджимы обычно. Это срединный пак. Мы перевалили за половину. И ничего нету. Отлично. Надо просто говорить. Когда Рейкборн-каналы? Я должен как нагиб говорить. Возможно, в этом месяце. Возможно, даже сегодня. Ха-ха-ха. И так фатик не идет. Ну такое себе дело. О, господи. А где легендарки-то игра? Серьезно. Так, еще один эпик. Накладывает нематону существо с предсмертным хрипом. Это у меня уже седьмой эпик. Лучше бы мне семь легендарок бы подвалило. Игра. Что ты делаешь? Мне кажется, что Бен Броуд меня накалывает очень... Ееееее! Первое лего. Заменяет выбранное существо под вашим контролем существом из колоды. Ну такая себе лего, честно говоря. Вот так вот. Ну окей. Я ждал чего-то более веселого. Ну ага. Все прям бросились поздравлять. Ну окей. Надо... Я надо еще одну достать лего хотя бы. Еще одну. Это как-то мало. Предчокнутый подрывник. Тем более лего дали такую, которую я использовать, наверное, не собираюсь. Золотая редкая карта. Так. Еще одна золотая редкая карта. Записываем. Так. У нас на 12 дней здоровья. Господи. Не смейся. Эпическая карта. Так. Еще одна эпическая. Вы получаете пустого кристаллмана за каждое существо у вас на столе. Ого. Ого. Так и запишем тогда. Так. Это у нас уже восьмой эпик. Окей. Без ритуалов. Какие должны быть ритуалы? Выщипывать по волосу из бороды за открытие каждого пака. Как тебя в ХС найти? А надо меня находить? Я не особо большой игрец в ХС. Я так квестики выполняю, чтобы потом купить паки и ничего из них не достать. Потому что я не какой-нибудь китаец американского происхождения. Или американец китайского происхождения. Не знаю. Господи Иисусе. Неужто один пак из 55? Ребят, ну это какая-то дичь. Но я зачем паки покупаю? Чтобы легендарок не видеть? Или что это вообще такое? Да. Что-то это какое-то гигантское... Обман, чтобы набрать классы, так сказать. У меня он начинает подбамбливать. Еще один эпик. Наносит 5 единиц урона всем существам, кроме драконов. А, ну это хорошая карта. Ну окей. Это 9 эпик. Ну окей. Будто в каждом лего. Да, слушай, такая ужасная анимация. Кажется, играть я тоже не любят. Но я знаю, что я эпический везунчик. Но как-то это очень уж... Сильно работает. Предсмог. Не, ну серьезно. Ну какие-то... Просто 5000 голды на ветер. Тебе в казино играть. Не, ну у меня знаменитая удача. Это все знают. Это фантастически классно. Да я уж давно вернулся в Вотфергес. Так, золотая ага и ага. Так, давайте запишем. Значит, золотая редкая четвертая. И у меня уже 10 эпиков. Господи. Нет, сегодня не будет картенок. Название стрима прочитайте. Привет, мистер Боба. Опа, золотая эпическая карта. Если это существо 2 или больше... Если атака... Ага, вы берете карту. Окей. Какая-то странная карта паладины. Но... Значит... Золотая эпическая. Мелочи приятны. Да, ребятки. Два пака и... Видимо, одна легендарка. Господи, какое же это дерьмо, а? Серьезно? Одна лего за 55 паков? Да пошли вы нахер. Серьезно? Какой козел вообще это делает? За 55 паков одна лего? Да это... Господи. Наедрил его конкретнейшие. 55 паков одна легенда. Эх, с ума сошлись что ли? 55 паков. Ё-моё. Я просто в шоке. Просто в шоке. Сколько пыли? 830 пыли. Господи. Да это одна сплошная... Аааа. Проклятая игра. Просто проклятая. Сколько одинаковых карт выпало? Да, прежде чем распылять. Давайте посмотрим. 7 знаков лотоса. Давайте. 1 нефритовый идол. Господи Иисусе. Кража сила одна. 5 нефритовых цветков. Мать их за ногу. 5 небесных провидец. Окей. Ё-моё. Так. Здесь по одной. 5 нефритовых чудищ. Предчемпион Кхорна. Да они конкретнейшие козлы. Серьезно. Да, видно что не зря покупал. У меня просто конкретное ощущение, что меня так поимели. Так поимели. Ааа. У меня бомбит просто нечеловечески. Да блин. Привет нас носа. Да блин. Близы по-моему просто взадет всех трахнули. 6 прихвостней кабала мне в норку просто. Господи. Какая же проклятая игра. Какая же. Ааа. Да я в карточке играю уже миллион лет. Ну как играю. Прохожу квестики, а потом бомблю от паков. Вот поэтому в это говно и не надо играть. Вот серьезно. Вся система ориентирована на, я не знаю, на то, чтобы вас драли в задец. И игре это удается удивительно. Удивительно хорошо. Ёшкин кот. Ёшкин кот. Одна лего из 55 паков. Его уже мистер Боба, там был другой бак, его уже исправили. Я за новостями слежу. Среднее лечебное зелье. Господи. Лучше уж играть в танки. Ей богу. Даже в танках, по-моему, так не накалывают. Может мне только кажется, но ощущения именно такие. Что за бак с паками? Да там был пак, что кабальские карты выпадали чаще, чем остальные. Его уже исправили. Господи Иисусе. Что за дрянь? Что за дрянь? Я не знаю. Сколько тебе эпиков выпало? Сейчас я всю статистику подведу. Я досмотрю, что там выпало. И поговорим на эту тему. Могучий Абисал. Ага. Ага. Я знаю кое-кого. Угу. Угу. Ненавижу Хардстоун. Просто ненавижу. Какая же проклятая игра. Семь сюрикенов было. Там в одном месте, по-моему, было и восемь одинаковых карт. Как же мне бомбит. Варген Стиляга. Воу. Восемь штук. Господи. Одна лего на 55 паков, ребята. Одна лего на 55 паков. Господи Иисусе. Какая же проклятая игра. Ну и все игры проклятые. Ммм. Я на самом деле хочу материться безбожно. Не знаю, как я сдерживаюсь. Фантастика какая-то. Мадам Гоя. Еще и выдали... Мадам, мать ее, Гоя. В ББ наоборот. Проклятие вроде бы отпустило. Я там в последних играх нормально так накидал. Ну распыляем. 830 пыли. Даже на лего не хватает скрафтить. Давайте подведем итоги, ребята. Я купил 49 паков. И 6 еще получил с квестов. Это было 55 паков. В итоге у Саши 10 эпиков. Одна легенда. Три обычных золотые карты. Четыре редких золотых карты. И один эпик золотой. Так что, я не знаю, как описать это дело Может быть, это и удовлетворительный результат Но, Господи Иисусе, одна легендарка Я в прошлом дополнении, которое было, достал первую легендарку 48-го пака Это из-за того, что не доначу Близзард? За что? Господи, за что? Вот такое вот веселое и интересное видео для ютубчика выходит Всем спасибо, кто смотрел, а я пойду дальше играть в танки